В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в этом выпуске. Расходовать местные бюджеты нужно грамотно. Развитие местного самоуправления стало главной темой семинара глав муниципалитетов региона. Самое большое танковое сражение за время Великой Отечественной войны. 23 августа. Годовщина победы советской армии в Курской битве. Горячее утро в Самаре. Пожар в здании бывшего РОВД на железнодорожном вокзале. Местное самоуправление должно зарождаться в народе, а власти в районах Самарской области работать эффективнее. К бюджетным тратам подходить грамотнее. Сметы на крупные ремонты и стройки проверять до копейки. Правила эффективной экономии и развития местного самоуправления стали главными темами на встрече губернатора Николая Меркушкина с главами муниципалитетов области. Уровень жизни людей, благоустройство территории, развитие сельского хозяйства и промышленности, экономический рост и стабильность в муниципальных районах в прямой зависимости от эффективности работы местных властей. Долгие годы местное самоуправление в стране формировалось по принципу централизации и отдалялось от людей, от их проблем. Эффективное развитие власти на местах и взаимодействие с людьми – главная тема встречи главы региона и руководителей муниципальных образований. В Самарской области пошли по пути новаторскому, но столь необходимому на сегодня. Власть приблизили к народу. Все больше полномочий переходит на местный уровень. Объединив и властные полномочия, и активность людей, заинтересованность людей, неравнодушие людей ко всему тому, что происходит по месту жительства, и совместными усилиями можно сделать очень и очень много. Дали деньги, и плюс еще собственный ресурс. Это снова добавляет к тому, что все будет становиться лучше, комфортнее, уютнее, качественнее. И будем к этому шаг за шагом привыкать. Реформа местного самоуправления в областной столице – пример нацеленности на такое результативное партнерство жителей и власти. В районы и советы депутатов должны войти врачи, учителя, общественники, люди всей душой, болеющие за судьбу и будущее своего района. Они будут контролировать, как расходуется местный бюджет, определять первоочередные задачи, волнующие жителей. И услышать смогут каждого. Что касается Самары, мы, например, тоже очень рады и считаем, что это историческое событие, потому что не может 30 тысяч человек знать хотя бы своего депутата. На наших территориях 1700-2000 избирателей у депутата. И это очень логично и правильно. Экономика в муниципальных районах должна быть экономной. Местная власть – считать каждый рубль. А чтобы не создавалось раздутых, неоправданно завышенных смет на ремонтные работы или благоустройства, и будет налажен общественный контроль. Районные бюджеты нужно не только эффективно расходовать, но и пополнять. Так налоги с продаж и акцизы должны идти именно в местную казну. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. 23 августа исполняется 72 года со дня победы Советской армии в Курской битве. Это одно из самых ожесточенных сражений в истории Великой Отечественной войны и крупнейшая танковая битва в истории. Курская битва продолжалась почти два месяца. В ней погибло почти 300 тысяч солдат. Ветеранов тех ожесточенных боев в городе осталось полсотни. Память тех, кто не вернулся из боя, почтили в Самаре. Первый орден Отечественной войны первой степени я получил за столицу Курщевской. Участник Великой Отечественной войны Леонид Степанович Андреев бережно хранит свои боевые награды. На войну он попал в 41-м. Молодому артиллеристу Андрееву было всего 19. Особенно ему запомнилась Курская битва. Леонид Степанович принимал участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Здесь шли самые ожесточенные бои. Признается, на войне было страшно. Смерть буквально ходила по пятам. Но ему везло. Я старшим на батарее был. Постреляли. Нас засекли, наши батареи. И начали по нам стрелять, немцы. По нашей батарее начали стрелять. И один из снарядов, прямо, надо сказать, мне под живот попал. Но благодаря вот ангела-спасителя, снаряд не разорвался. Леонид Степанович вспоминает, это была битва металла. Задействованы тысячи танков, артиллерия и авиация. Те, кому удалось выжить в той мясорубке, ежегодно собираются почтить память своих сослуживцев. Курская битва продолжалась 49 дней, которые унесли жизни 300 тысяч советских солдат. Почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений, к мемориалу героев Советского Союза пришли самарские ветераны. Привет, молодежь! Именно так приветствуют друг друга ветераны. Многим из них уже за 90, но боевой дух все тот же. Сейчас в областной столице проживают 52 участника Курской битвы. Мы помним, мы их не забываем. За каждым, собственно, ветераном закреплены какие-то школы, какие-то классы. Их обязательно посещают, их навещают. Им помогает пух хозяйства. Это было и к 70-летию, но это не разовая акция, это продолжается и сейчас. События Курской битвы из памяти уже не сотрешь, рассказывает Владимир Чумеров. Он был в пехотных войсках. Противник постоянно поливал огнем. Но отступать солдаты даже не думали. Был приказ стоять насмерть. У нас никогда не было в мыслях, что мы никогда куда-нибудь это самое особое, далеко. Всегда были. С самого начала войны сказали, дело наше правое, победа будет за нами. В 72-ю годовщину победы в Курской битве ветераны собрались в музей истории войск Приволжского военного округа. На встречу с ними пришли самарские студенты. Не каждый день выпадает уникальная возможность услышать о том сражении от очевидцев. Это очень ценно, что мы можем сейчас, что есть еще ветераны, которые могут нам рассказать что-то, от которых мы можем узнать, как было это в боях, как было это на самом деле, и получить, и запомнить, чтобы передавать это дальше своему поколению. На этом общение с молодежью не завершится. В течение учебного года ветераны посетят школы города и проведут для учеников уроки мужества. Лариса Шалафаст, Павел Пресняков, События. Горячее утро в Самаре. Рядом с железнодорожным вокзалом вспыхнуло здание бывшего РОВД. Из-за пожара была перекрыта улица Льва Толстого. Марина Матвеевшина пробилась в центр событий. Движение по улице Льва Толстого парализовано. Пожар в бывшем здании РОВД. Оно пустовало несколько лет. Предположительно, здесь ночевали лица без определенного места жительства. В пожарную часть очевидцы позвонили в половине девятого утра. Огонь охватил два первых этажа здания. На место ЧП прибыли 15 пожарных расчетов. За всегда-то и при вокзальной территории, и окрестных пустующих зданий рассказали. С вечера начали отмечать день рождения своего товарища. Костя погоняла башка. Я его знаю. Один раз я с ним тоже ночевал. Он кидает бочки просто как попало. Один раз он готовил там есть. Он гречку себе готовил. Покушать. И все. А сейчас он там? В данный момент я предполагаю, что он там. Он ночует до 10 часов утра. Из полыхающего здания эвакуировали одного человека. В здании деревянные конструкции. По этому пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Большая площадь возгорания и угроза распространения огня на все четыре этажа. Пожарные столкнулись и с техническими сложностями. И тут, кстати, оказалась близость горящего здания к железнодорожному вокзалу. Давление водопроводной сети, наружного противопожарного водопровода, недостаточное для введения необходимого количества стволов. Поэтому был запрошен дополнительно пожарный поезд станции Самара. Поезд прибыл в кратчайшие сроки. От него подавались магистральные линии. То есть он обеспечивал водоснабжение и проведение тушения. После того, как огонь был потушен, пожарные дополнительно пролили все этажи здания. И исследовали его более тщательно. Погибших и пострадавших не обнаружили. Причины возгорания устанавливаются. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. Из кафе на больничную койку в промышленном районном суде Самары продолжается слушание уголовного дела в отношении директора кафе «Чистые пруды» Виктора Яковлева. Его обвиняют в жестоком избиении жителей Самары, одному из которых пришлось пережить сложнейшую хирургическую операцию. С подробностями Павел Баймаков. Так Алексей Богаткин выглядел после происшествия. Зубы выбитые, переносятся, сломано, два перелома в верхней челюсти. Вечер в кафе, приятно начинавшийся в кругу семей и друзей, привел к неожиданной развязке. По словам Алексея, словесная перепалка началась с разбитого стакана, за который директор кафе в грубой форме потребовал немедленно расплатиться. Подсудимый уверяет, беседу вел корректно, а агрессия, напротив, исходила от нетрезвых оппонентов. Еще не было ни подъема, ни счета, ничего, никто ничего не... Я просто попросил обратить внимание Алексееву на то, что Богаткин все уже, бухой, не надо порядок, ничего не надо, за это все равно же придется платить. Я вообще никого не трогаю. По словам подсудимого, один из молодых людей набросился на него с кулаками, второй направился к нему с ножом в руках. Никого мы ни на что не провоцировали, а конфликт непосредственно начал он. Я давал отчет себе в своих действиях и твердо стоял на ногах. Нож я не брал в руки и никого не шел. Я пытался, когда я напал на Алексеева, я попытался его разнять. В этот момент молодого человека ударили, и он потерял сознание. Тот, кто бил, сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. После драки компания поспешила покинуть кафе, и в этот момент, говорит Алексей Богаткин, последовал очередной удар в лицо, уже от Яковлева. Молодой человек перенес сложную хирургическую операцию на верхнюю челюсть. Ее пришлось крепить металлическими пластинами. Чей удар стал роковым, предстоит решить суду. Рассмотрение уголовного дела продолжается. Чтобы установить детали произошедшего суду, необходимо опросить всех свидетелей. Подсудимый Яковлев по-прежнему остается под подпиской о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. «Знай участкового в лицо». Проект под таким названием проходит в Самарском районе областной столицы. По инициативе жителей Общественный совет микрорайона «Надежда» организует встречи с блюстителями порядка. Как проходит знакомство, узнавала Лариса Шлафаст. Жители 105-го дома по улице Фрунзе волнуют не только коммунальные проблемы. Им до всего есть дело. И до тех, кто машину паркует в неположенном месте, и до буйных соседей. Но на замечания и критику реагируют не все. Поэтому активисты решили подключить местного участкового. В одной квартире до 5 человек. И к ним еще друзья приходят. Ну, так вот самим разбираться, там бесполезно. Конечно, участковый нужен обязательно. В советские времена каждый житель знал своего участкового. И порядка было больше. Возродить старые традиции решили в Общественном совете микрорайона «Надежда». В нашем микрорайоне «Надежда» жители хотят познакомиться с теми участковыми, которые закреплены за их домами. Чтобы они знали, куда и по какому адресу можно обратиться. Потому что не у всех же жителей есть дом-интернет, есть телевидение. А вот такая информация, конкретно из рук в руки, она очень помогает людям. Участковые говорят, круг проблем известен и понятен. И чтобы быстрее и эффективнее реагировать на жалобы, сотрудничают со старшими по домам. Далеко не всегда люди могут обратиться в часы приема, потому что они работают. Не всегда, допустим, есть желание идти в такую погоду. А здесь, как говорится, вот вышел на улицу, и все проблемы можно сразу осветить. Встречи с участковыми в микрорайоне «Надежда» будут проходить еженедельно. Таким образом, Общественный совет и жители надеются сделать микрорайон одним из самых спокойных в городе. Здесь уверены, активная позиция способна горы свернуть. Особенно, когда есть поддержка со стороны властей. Общественные советы появились в Самаре в рамках реформы системы местного самоуправления. Следующий ее этап – выборы депутатов в районные советы. Реформа проводится, чтобы максимально приблизить власть к народу, чтобы решать на местах проблемы, важные для той или иной территории. Изменить город к лучшему смогут все, кто придет проголосовать 13 сентября. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. За высокую явку на прошлых выборах жители поселка Красная Глинка получили досрочный ремонт домов. В зданиях меняют окна, ремонтируют подъезды и отмостки. Средства выделяют по программе дополнительного финансирования. В этом году, говорят жители, голосовать отправятся всем миром. Комфортные условия в подарок за неравнодушие. В поселке Красная Глинка дома тех, кто активно ходит на выборы, приводят в порядок. В прошлом году на избирательные участки явились более половины жителей улицы Пятый квартал. Подсюгивает. Сейчас прям даже мы поем. Мы поем. От того, что нам сделают даже без капитального ремонта, нам отремонтируют дома. Как же это нерадостно. Радостно. И все довольны. Все-таки это трудоемкая работа. Надо обязательно голосовать. А может мы еще в какую-нибудь программу попадем. Все, может быть. В первом и втором домах по улице Пятый квартал вскоре поменяют окна в подъездах. А вот в домах номер 3 и 4 работы уже начались. Здесь заделывают межпанельные швы. Через пространство между плитами в квартиру может попасть дождевая вода. Да и тепло в доме сохранится ненадолго. Создавать уют внутри начинают снаружи. Сначала межпанельные швы заделывают монтажной пеной. А потом покрывают специальным раствором. Который и защитит квартиры жителей от дождя и холода. Дома в поселке Красная Глинка стоят в плане на капитальный ремонт только на 2023-2024 годы. Обновлять здесь будут лишь кровли. Своими силами на любые другие работы жильцы средства собрать не могут. Проводить отдельные виды ремонта в домах, жители которых активно участвовали в выборах, в прошлом году предложили представители управляющих компаний региона. В этом году в Самаре планируют обновить более 200 домов. Девять из них в Красноглинском районе. Попал и прибрежный, и вот попала Красная Глинка. Это же пятый квартал, мехзавод. Крутые ключи попали два дома. Ремонт от моста к укреплению грунта вокруг дома. В поселке говорят, достойное вознаграждение за хорошую явку – повод активнее участвовать в жизни города. После того, как объясняем, что на самом деле к домам выделили даже деньги после выборов, то есть народ уже начинает даже узнавать, а как, а что, как это все будет отслеживаться. Выборы в районные советы депутатов пройдут в Самаре 13 сентября. Поощрять активную гражданскую позицию жителей продолжат и далее. Список домов, где проведут внеплановый ремонт, может пополниться новыми адресами. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Освещение, благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог – самые острые вопросы, которые, по мнению жителей микрорайона «Орбита», требуют немедленного решения. В рамках проекта «На связи с губернатором» активные жители микрорайона встретились с представителями общественного совета, чтобы совместными усилиями решить все наболевшие проблемы. На встречу общественников с горожанами побывала и наша съемочная группа. Собираясь на встречу с представителями общественного совета микрорайона, жители составляют перечень вопросов, которые хотят обсудить. Валентина Водославская радеет за чистоту и благоустройство всего Кировского района. В 2013 году вместе с десятками жителей активно боролась против стройки торгового центра в сквере на улице Старозагора. Ее удалось предотвратить совместными усилиями жителей и городской администрации. Люди хотят там отдыхать и хотят организовывать свой досуг, то, конечно, чтобы никакого строительства там не было, чтобы там была зона отдыха, чтобы мы дышали свежим воздухом, чтобы мы наслаждались красотой природы, которая у нас здесь еще сохраняется. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. Помогают им в этом и сами жители. По словам председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова, созидание и совместная работа – основная цель реформы местного самоуправления, которое активно проходит в Самаре. Одна из задач вот этой реформы местного самоуправления заключается в том, чтобы создать условия, при которых каждый человек, люди почувствовали себя хозяевами этой территории. Чтобы они могли предлагать власти свои проекты, свои предложения по благоустройству, по улучшению качества жизни. Только в Кировском районе 19 общественных советов микрорайонов. По словам председателей, главное не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды, рассказывать о проблемах по мере их поступления и решать совместными усилиями. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Рокод реактивных двигателей сегодня в центре внимания горожан. Над Самарой провела тренировочный полет и пилотажная группа «Витязи». В субботу самарцы отметят День российского флага. Праздничные мероприятия пройдут на набережной в районе памятника Григорию Засекину. Гвоздь программы – авиашоу. Также будут работать выставка военной формы и стрелкового оружия и пункт отбора на военную службу. Сам оружие второй раз становится центром федерального праздника. Посетителям праздника Дня российского флага повезло с погодой. Суббота порадует ясным солнцем, воздух прогреется до 24 градусов. Теплые деньки омрачит только северный ветер и скорое наступление сентября. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.v и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттере, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Это все городские новости, а у меня еще события экономики. Средний возраст – это когда мечтаешь, чтобы «да» тебе сказал банкир, а не девушка. А сегодня Банк Солидарность сказал своим клиентам «да» и возобновил операции по пластиковым картам системы MasterCard. Восстановленный процесс авторизации выпущенных карт, обслуживания банкоматов и торговых точек. С 19 августа 2015 года завершился процесс перехода банков группы Life под спонсорство АКБ «Российский капитал» в международной платежной системе MasterCard, что позволило в течение суток полностью возобновить обслуживание банковских карт. Интересно, сколько людей среднего возраста расслабленно вытянулись в креслах. В Самарской области отмечено снижение уровня безработицы. По данным Самарстата, в целом ситуация на региональном рынке труда остается стабильной. Исследования показали, что уровень занятости в губернии за второй квартал 2015 года составил почти 69% и превышает средний показатель в целом по России и Приволжскому федеральному округу. Занятость выросла не только по сравнению с первым кварталом текущего года, но и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень общей безработицы в Самарской области за второй квартал этого года в среднем составил 3,7%. Среди субъектов России Самарская область находится на четвертом месте с наименьшим значением показателя. Теперь главное, чтобы труд был правильно использован, а не как всегда. Почти 79% российских туристов выбирают отдых all-inclusive, особенно на популярных массовых направлениях. Такой формат отпуска наиболее распространен в Турции и составляет 99% приобретенных туров. В Египте показатель чуть меньше – 89%. Среди европейских направлений системы все включено, особенно популярно в Греции – показатель 60%. По Болгарии данный показатель составляет 57%, в Черногории – 20%, в Испании – 18%, на Кипре – 13%, в Хорватии – 12%. Туроператоры еще в феврале прогнозировали рост спроса на отдых формата all-inclusive. В 2014 году показатель отдыха all-inclusive составил всего 70%. На сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Велобиатлон по-самарски. Любой желающий может попробовать стать чемпионом. Футбол вместо сигарет. Спортивную акцию проводят крылья советов. На чемпионате мира самарские вертолетчики завоевали 5 из 7 золотых наград. Самарские вертолетчики пилотажной группы самарских армейцев завоевали 5 из 7 золотых медалей на польском чемпионате мира. Кроме этого спортсмены еще трижды поднимались на пьедестал почета задним серебром и двумя бронзовыми наградами. Программа выступления состояла из упражнений на точность, навигация, вертолетный слалом, развозка грузов и многоборье. Кроме россиян за титул чемпионов мира летали сборные экипажи Австрии и Бельгии, Белоруссии, Чехии, Германии, Швейцарии, Украины, Великобритании и Китая. Билет на матч крылья советов Кубань можно будет получить взамен пачки сигарет в пятницу с 7 вечера в Космопорте. Самарский футбольный клуб именно так решил бороться с пагубной привычкой. В рамках акции любой желающий получит еще и бонус – автограф и фото с полузащитником крыльев советов Аланом Чочевым. Игру кумиру можно будет увидеть уже в понедельник на Металлурге 24 августа в 8 вечера. Пока в чемпионате страны премьер-лиги Самарский клуб занимает 11 место с 4 очками, 1 победой и ничьей. У соперников советов Кубани 15 место, 3 очка и трижды они разошлись миром с претендентами на золотые медали. В предстоящие выходные в лесопарке 60-летия советской власти прокатится Самарский велобиатлон. Намечено несколько стартов – детская программа, суперспринт с двумя огневыми рубежами, гонка-преследование и эстафета. На соревнования приглашаются все желающие винтовки от организаторов, а вот велосипед и шлем должны привезти с собой участники гонок. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.